Зной — это отечественная модификация для уже ставшей культовой Half-Life 2. Нас ожидает классический шутерный геймплей, вдохновленный оригинальной игрой, огромное количество головоломок, связанных с физическим взаимодействием, а также интригующий сюжет. И вроде бы все это звучит довольно-таки неплохо, но так ли это на самом деле, давайте попробуем разобраться. Начнем, пожалуй, с сюжета. Действия данной модификации будут происходить в постсоветском городе, расположенном в Средней Азии под названием Сити-545 и его окрестностях за несколько лет до появления Гордона Фримена в Сити-17. Сюжет строится вокруг натянутых отношений между двумя группировками — повстанцами Лямбда-Сопротивления, к которым относится наш главный герой, и так называемым Черным Батальоном. Первые топят за объединение всего человечества против Альянса, а вторые сражаются за независимость своей территории, за свои законы и не хотят подчиняться другим. Основной задачей нашего главного героя будет внедрение в Черный Батальон и завоевание доверия его лидера, так называемого Рокки, а затем его устранение. По замыслу Лямбда-Сопротивления, Смерть Рокки вынудит Черный Батальон отречься от своих идей и объединиться с основными силами повстанцев. Наш главный герой пребывает в Сити-545, неудачно выйдя из поезда на полном ходу получается трясение мозга и приступает к выполнению своих прямых обязанностей. В различных районах города то и дело вспыхивают мятежи, участником которых и становится наш протагонист. Постепенно завоевывая доверие, он все ближе и ближе подбирается к Рокке и в конечном счете встает перед выбором убить его или же оставить живых. И вроде бы звучит все это очень неплохо, но есть нюанс. Заключается он в том, что все встречающиеся на нашем пути персонажи, включая и самого Рокки, если и раскрыты в плане характера и мотивации, то совершенно незначительно. А следовательно, главный выбор всей игры, оставление его в живых, либо же убийство, не вызывает абсолютно никаких эмоций. О нем мы знаем только то, что его подход к борьбе отличается от общих идей сопротивления и то, что он какое-то время оберегал женщину с новорожденным ребенком, дабы позже доставить его в город. С какой целью, правда не ясно. И вот эта вот идея с младенцем, пожалуй, самое интересное, что было по мере развития сюжета. Тех, кто знаком со вселенной Half-Life, то, конечно, в курсе, что после оккупации Земли Альянсом, человечество утратило способность к размножению из-за подавляющего поля. И наличие младенца здесь действительно неплохой такой поворот. Как оказалось, появляться на свет новые люди все же могут, но только в самых отдаленных участках местных пустошей. Конечно, можно докопаться, что удаленных от крупных городов участков Земли хватало и в оригинальной игре, но детей там почему-то не было. Возможно, поля покрывают не всю Землю целиком, а, возможно, влияние Альянса именно в этом регионе чуть более раздолбайское. Честно сказать, хрен его знает. Момент, конечно, интересный, но тему авторы, опять же, в полной мере не раскрывают. И вот в этой вот поверхностности и кроется основной недостаток сюжетной составляющей данной модификации. Что касается геймплейной составляющей, то игра недалеко ушла от оригинала. Нас все так же будут развлекать стрельбой и головоломками. Стрельба ощущается довольно топорно, противники ведут себя достаточно глупо, и все их тактические ухищрения обычно сводятся к мельтешению непосредственно у нас перед носом. Несколько раз за игру нас будут пытаться забросать мясом, насылая на нас группы из трех-четырех человек до выполнения определенных действий с нашей стороны. С головоломками дела обстоят чуть получше, их тут хватает, местами даже поребор. Сами по себе они не очень сложные, но иногда придется немного заморочиться. Вообще в игре есть определенные проблемы с динамикой. Местами геймплей прям довольно драйвовый, а местами ну прям очень уж унылый. Глава, во время прохождения которой мы будем колесить постепенно уазики, это прям полная копирка с главы Шоссе 17 из оригинальной игры. Те же душные поездки по контрольным точкам, с выполнением на них определенных действий, чтобы продвинуться дальше. Те же муравьиные львы, которые будут бесконечно спавниться вокруг нас. А в конце всего этого безумия нас также попросят загнать свой автомобиль в гараж и сразиться с боссом ветролетом. Именно на середине данной главы у меня впервые возникло желание забросить дальнейшее прохождение, которое я, к счастью, переборол. Вообще я все больше убеждаюсь, что геймплейные механики Half-Life 2 проверку временем не прошли. На мой взгляд они реально устарели и никаких эмоций, кроме легкого раздражения, ну по крайней мере у меня уже не вызывают. Впервые я поймал себя на этих мыслях еще во время прохождения Black Mesa в уже далеком 2020, но списал это на кривую реализацию со стороны авторов. Ну а после прохождения данной модификации я вновь запустил Half-Life 2 и Black Mesa, дабы сравнить их между собой. И да, что тута, что тама, стрельба и развлекаловка с физикой плюс-минус одинаково. Так что тут я могу с уверенностью сказать, что зайдет далеко не всем. Те, кто знаком с серией, от подобного уже устали, ну а ньюфаги привыкли уже к совершенно другим вещам. С графической составляющей тут никаких кардинальных изменений с конца 2008 года не произошло, разве что картинка стала чуть более яркой и не такой унылой, как в оригинальной игре и эпизодах. Глаза, конечно, не вытекают, но заметно, что графический движок в игре устаревший, хотя плюсы во всем этом также имеются. Игра запустится даже на кулькуляторах и будет выдавать приемлемый фпс. В общем и целом, давайте подведем итог. Несмотря на заметные недостатки, данная модификация все-таки заслуживает внимания, по крайней мере, со стороны любителей серии Half-Life. Особенно если учесть тот факт, что игра распространяется абсолютно бесплатно при условии наличия на вашем Steam аккаунте оригинальной игры. Видно, что авторы подходили к работе с душой, пытаясь создать эдакий отечественный Half-Life, да и по большому счету у них получилось. Тут довольно неплохая атмосфера, интересные локации, множество мелких деталей, по продолжительности игра очень близка к оригинальной Half-Life 2. Плюсом события разворачиваются в той же вселенной, так что если постараться, то можно представить, что перед нами полноценный новый эпизод со всеми плюсами и минусами. Да, зной есть за что похвалить и есть за что поругать, и я прекрасно понимаю, по каким причинам некоторым данный мод может не понравиться. Но все-таки приятно, что в отличие от Габена, фанаты серию не забывают и могут время от времени порадовать сообщество подобного рода модификациями. Так что обязательно попробуйте, денег с вас не возьмут, но определенные эмоции подарят. Кто знает, может быть в дальнейшем мы увидим от этих авторов модификацию по качеству, не уступающую оригинальным играм. Поскольку серия как таковая находится в эдаком забвении, только на мододелов надеяться нам и остается. Ну а что думаете вы относительно всего этого, можете написать в комментариях, также вы можете оценить данный видеоролик, подписаться на канал, ну в общем, вы знаете что делать, я в вас уверен. Ну что ж, увидимся, услышимся в новых видеороликах, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok